Актриса Марина Александрова еще достаточно молода, но в особых представлениях не нуждается. Уже сейчас ее фильмография состоит из нескольких десятков успешных картин и сериалов, знают ее и почитатели театрального искусства. Марина не стала заложницей одного амплуа, ей под силу роли в самых разных жанрах, будь то комедия или драма. Ее называют одной из самых красивых российских актрис, и трудно поверить в то, что Марине пришлось пережить болезненные расставания. Расскажем, почему отношения с именитыми актерами закончились и как сложилась судьба актрисы потом. Родилась Марина Александрова 29 августа 1982 года в небольшом городке Венгрии, где в то время служил ее отец, подполковник артиллерии Андрей Пупенин. Фамилия Марины при рождении тоже Пупенина, но она взяла фамилию бабушки – Александрова, которая звучала более благозвучно. Маму актрисы зовут Ирина, она педагог по образованию. Отца часто переводили по службе в разные города, поэтому маме не всегда удавалось устроиться на работу по специальности, и она занималась домом и ребенком. Марине было 4 года, когда отца перевели на службу в Забайкальский военный округ. Потом он служил в Туле, и только в 1987-м семья постоянно прописалась в Ленинграде. Они получили квартиру в коммуналке, где кроме них проживали еще 12 семей. Комнаты были очень маленькими, и Марина с родителями ютились на 11 квадратных метрах жилой площади. Зато все праздники отмечали вместе, на огромной кухне, где звучала любимая музыка группы Люпе. Родители всегда хотели, чтобы дочь выучилась на переводчика или работала в туристической сфере. Эти профессии, по их мнению, были самыми земными и денежными. Однако девочка придерживалась совсем других взглядов, и после девятого класса объявила родным, что хочет стать актрисой. Она стала активной участницей театральной студии, созданной при пятом канале, и без ее выступлений не обходился ни один творческий вечер. Эта студия помогла ей поближе узнать всю актерскую кухню, свела с известными людьми, научила с легкостью перевоплощаться в разные образы. Это и стало толчком для выбора жизненного пути. После окончания школы Марина уже точно знала, чем будет заниматься, и поставила родителей в известность о том, что едет поступать в столицу. Девушка попыталась поступить в разные театральные вузы – в ГИТИС, ВАВГИК, но удача улыбнулась и в Щукинском училище. Об этом вузе она знала достаточно много, потому что слышала о нем из уст ее наставника и режиссера, работавшего на пятом канале. Еще на первом курсе Александра начала сниматься в кино, сыграв главную роль в фильме «Северное сияние», где ее партнером по съемочной площадке стал сам Александр Збруев. Им предстояло играть любовные сцены, а Марина к тому моменту и целоваться толком не умела. Она рабела и теряла дар речи перед мэтром, но актер помог ей обрести уверенность в себе. Позже актриса называла первой кинолюбовью Александра Збруева и всю свою дебютную работу в целом. «Мне очень повезло, в те годы почти совсем не снималось кино, а мне довелось, да еще с гениальными партнерами – Михаил Ульянов, Александр Збруев. Александр Викторович вообще меня многому научил. Думаю, встреча с ним на съемках дала мне больше, чем все мои ежедневные сидения на занятиях в институте». С тех пор кинокарьера актрисы пошла на взлет. Сегодня в ее жизни есть все, о чем только можно мечтать. Марина Александрова успешна, знаменита и востребована. Однако ее профессиональная судьба складывалась намного удачнее, чем личная жизнь. Актриса, которую с первого появления на экранах называли одной из самых красивых отечественных звезд, прошла немало разочарований и предательств, прежде чем ей удалось построить счастливую семью. Все ее романы были служебными. С актером Александром Домогаровым они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Звезда эпохи», где оба играли главные роли. Чувства, которые бушевали в кадре между их героями, вышли за пределы съемочной площадки. Для актрисы это был первый серьезный роман, а для актера – очередное романтическое приключение. На тот момент Александрова исполнилось 22 года, а ее избраннику – 43. В том же году они официально заявили о своих отношениях, появившись вместе на фестивале «Лики любви». Но уже вскоре после этого во всех СМИ начали писать об изменах Домогарова и частых скандалах с Александровой. Они несколько раз расставались и снова мирились. Их отношения продлились около двух лет. Нежность, страсть, обожание переплетались с ссорами. Домогаров имел буйный характер, мог поднять на Марину руку, обидеть грубыми словами. Последней каплей для актрисы стала неприглядная сцена. Вернувшись из очередных съемок, она застала Александра с его экс-женой Наташей Громушкиной. После этого Марина уехала в Питер к маме и позже призналась. «Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытания? До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку». Словом, с Сашей я повзрослела. Оставаться надолго в одиночестве ей не позволил Иван Стебунов, коллега по современнику. Молодые люди начали встречаться, а в июне 2008 года состоялось бракосочетание. Со стороны казалось, что пара очень счастлива, однако это было не совсем так. Актрисе вновь довелось пережить предательство, муж ей изменил, и она обо всем догадалась. Будучи во Львове на гастролях, Иван увлекся другой женщиной. Вернувшись домой, старался скрыть измену. Александрова, увидев перемены в муже, догадалась о происшедшем. В течение года супруги пытались вернуть доверие, забыть о случившемся, но ничего не получалось. Марине приписывает множество романов. Говорят, что по ней сходили с ума Андрей Смолянинов и даже советская знаменитость Александр Збруев. Сама же актриса это не подтверждает. Однако признает, что в ее жизни были ошибки, недопонимания, сложные отношения. Однако сетовать не стала, просто ждала перемен. Однажды актриса сказала, мужчина рядом с женщиной – всегда отражение ее внутреннего мира и состояния. Когда женщине не хватает острых ощущений, ее тянет к рисковым и непостоянным мужчинам, которые дарят бурю страстей, но заставляют страдать. А когда женщине хочется уюта, нежности и тепла, она выбирает такого мужчину, который станет отцом ее детей и надежным тылом. Так случилось и в ее жизни, когда появился мужчина, которого она так долго искала. Со своим вторым мужем, Андреем Болтенко, Александрова пересекалась много раз, но обратила внимание только на вечеринки друзей. Тогда они проговорили несколько часов, почувствовали симпатию и не хотели расставаться. Андрей предложил прокатиться на своем автомобиле и разрешил Марине сесть за руль. В одном из интервью актриса призналась, что только с Андреем поняла, что такое настоящая любовь. С ним она чувствует себя защищенной, может быть самой собой и полностью ему доверяет. А также уверена, что вместе они справятся с любыми трудностями. Венчание влюбленных состоялось в 2012 году в Питере. Причем невесте и жениху удалось это сделать тайно. Совсем скоро супруги праздновали еще одно радостное событие – рождение первенца. Имя своему малышу Марина не придумывала, назвала в честь отца и мужа – Андреем. С детства оно для нее синоним силы, надежности и мужественности. Осенью 2015 года подарила супругу дочку Катюшу. Казалось, их дом переполнен счастьем. Но был момент, когда брак мог разрушиться из-за того, что Болтенко постоянно пропадал на работе, разъезжая по всему миру. Забота о детях легла на плечи Марины. Однако мудрость и понимание помогли ей оставаться спокойной, сохранить союз в кризисный период. Интересно, что в жизни Марины и Андрея много совпадений. Начать с того, что мужа актрисы зовут так же, как ее отца. Потому и сына решили назвать Андреем сразу в чести деда и папы. Оба получили похожее воспитание. Семья Марины и Андрея довольно патриархальные, прочные и дружные. Андрей Болтенко родился в тот же день, что и мама Марины. Наконец, у обоих супругов была бабушка с редким именем Леокадия. Марина Александрова считает, что все эти пересечения и совпадения вовсе не случайность. Это судьба.